Это первый наш бал. Потому что все могут раскрыться, потанцевать, спеть. Мы долго очень готовились, танцевали, пели. Ночью домой уходили. И наконец-то дождались. Танцевали вдохновенно, чинно, сдержанно. Это первый бал кадетов, а потому и немного волнительный. Внешний вид говорит о том, насколько это нерядовое событие в жизни кадетской молодежи, как они готовились и ждали этого дня. Многие из нас покупали красивые платья, готовились, учили вальс, стихи. Для нас это важное мероприятие, потому что военные люди... Это самый первый кадетский бал. И у нас зарождается новая традиция. И военные люди должны не отвыкать от культурной деятельности. Кроме традиционных танцев, юноши и девушки представили несколько салонов – патриотический, музыкальный, театральный. К слову, яркое мероприятие символизирует возрождение забытых традиций и культуры. Издревле офицеры всегда собирались на балы, такие мероприятия проводили. Поэтому это мероприятие, которое мы сейчас проводим в целях возрождения былых славных офицерских традиций, вот, честь, ну, как говорится, первый шаг, началу, вот, в честь ознаменования приближающегося столетия органов пограничной службы, вот, в целях патриотического воспитания молодежи. Я хотел бы, чтобы наши дети занимались именно такими вещами, пели, танцевали, радовались жизни, а не занимались теми вещами, которые разрушают нашу привычную жизнь. Такое есть модное слово – брендом, да. Я хотел бы, чтобы это было брендом нашего города Бреста. И жители города Бреста полюбили это мероприятие. Оно вышло за рамки Брестской пограничной группы, а за рамки уже в рамки города. Пусть всего на несколько часов кадетам удалось вернуться во времена светских раутов и пышных балов, но этот яркий миг останется в их памяти надолго и, может быть, новое мероприятие перерастет в новую брестскую традицию.